Симбирская епархия Митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий Добрый день! Я хочу приветствовать всех православных и не только православных жителей нашего региона с этим знаменательным событием, которое совершилось именно 185 лет тому назад И действительно, эта проблема назревала, наверное, в Русской Церкви давным-давно Поскольку Ульяновский регион представлял очень большое поле для миссионерской, для просветительской деятельности Только в то время на территории теперешней Ульяновской области действовало более 600 приходов Два мужских монастыря и один женский монастырь Были предпосылки для того, чтобы открывать здесь женские училища, чтобы они обучались делам милосердия, служению ближним И действительно, это событие, когда на кафедру был назначен преосвященный Анатолий Это было историческое событие С этого началась жизнь уже по другому, наверное, руслу Руководили епархии не из Казани Поскольку казанская митрополия была очень огромная И оттуда, чтобы кормлять эти приходы практически было невозможно Даже сейчас, когда наша симбирская епархия представляет только Ульяновскую область И то нам, троим архиереям, приходится посещать приходы с таким довольно сильным напряжением Потому что приходов сейчас не так, как было в то время Поменьше всего в Ульяновской области Сейчас у нас около 150 православных приходов Но и то работы хватает очень много всем нашим архипасторам, которые сейчас здесь трудятся Давайте заглянем немного в историю Во время Великой Отечественной войны Именно сюда, в Симбирскую губернию В эвакуацию была отправлена Московская епархия Почему было выбрано именно вот это место, именно наша губерния? Ну, я, насколько знаю, вопрос о переселении на временный переезд Московской патриархии И других религиозных центров стоял между городом Чкаловском и Ульяновском И по всей вероятности Ульяновск был выбран более как бы близкий к Москве И сообщение здесь было намного лучше, чем в других регионах И то, что церковь пережила вот в те годы гонений 20-30-е годы Наверное, у руководства страны появилась, ну, какая-то такая надежда Что именно начались военные годы И церковь могла сыграть большую роль в деле нравственном, в деле патриотическом воспитании всего населения И действительно, те годы были для патриарха, для митрополита Сергия Который здесь поселился в Ульяновске в небольшом домике И где была организована из польского бывшего костела Образована небольшой храмик в честь Казанской иконы Божьей Матери Который стал кафедральным собором всей земли русской, можно сказать И, наверное, это было замечательно, что именно Ульяновск собрал в этом городе Здесь собрались представители не только московской патриархии Здесь были обновленцы, евангельские христиане, баптисты Которые также были сюда же переселены И вот в этом, как сказать, здесь выживали и ожидали своего будущего Три такие большие конфессии После чего, в общем-то, к окончанию войны, естественно, патриархия была возвращена на свое место Опять в первостольный город, в Москву А много здесь, в Ульяновской области, было разрушено храмов в советское время? Ну, практически все храмы были уничтожены в Ульяновске и в Ульяновской области И то, что оставалось в годы советских, уже после войны, насколько я знаю Оставалось не более 10 приходов на территорию Ульяновской области И это, собственно, наверное, город пострадал больше, чем другие областные города Российской Федерации Потому что здесь в корне уничтожало все то, что связывало людей с духовностью Связывало с теми духовными традициями, которыми жили предшествующие нам поколения Представьте себе, какая огромная была епархия Она насчитывала уже более 800 приходов к моменту 20-х годов И все эти 800 с лишним приходов были практически уничтожены И то, что потом приходилось восстанавливать эти приходы Это огромный труд верующих и, наверное, правящих архиереев, которые служили здесь, в Ульяновске А сколько удалось восстановить? Знаете, восстановить-то, наверное, сколько удалось построить новых Потому что восстанавливать практически нечего было Единственное, вот в городе у нас здесь, это Германский приход Слава Богу, Неполимский храм сохранился Ведь Неполимский храм был кафедральным храмом обновленцев Александр Веденский, предстоятель так называемого обновленческого раскола Возглавлял эту церковь обновленческую И других-то храмов Ну, Воскресенский храм на кладбище Который также принадлежал московской патриархии И больше ничего в Ульяновске Все было закрыто Из старых храмов здесь Рождественский еще храм сохранился Но это был пригород Ульяновска А в районах, ну, практически все храмы были уничтожены, закрыты И сейчас вот то, что мы видим Заново восстанавливаются, заново строятся храмы Которые сейчас удовлетворяют потребности наших верующих людей А кто сейчас приходит в храмы? Кто ваши прихожане? Ну, вы знаете, приходят все От малого до молодых, до престарелого возраста И, слава Богу, здесь вот в Ульяновском регионе Я вижу, что здесь очень много молодых людей И насколько вот молодежь воспринимает основу христианства Насколько она близка к тем традициям, которыми жили предшествующие поколения Просто меня иногда удивляет Вот недавно мы совершали в день православной молодежи Совершали богослужение в Корсуне И полный храм был молодых ребят Из кадетского корпуса Из школ, которые пришли просто-напросто Не то, что на какое-то мероприятие А они действительно участвовали в богослужениях И это говорит о том, что Русь жива Что те традиции, которые пытались С десятилетиями уничтожить здесь, в области Они все-таки дают свои корни И если мы будем прилагать усилия к усилиям То будущее у церкви, будущее у государства Естественно, будет светлое и будущее А в других городах есть такой опыт Строить храмы не только при больницах Но и при вузах Вот возможно ли перенести такой опыт Сюда, на нашу землю Все-таки педагогически, например, университет Готовят теологов Ну, знаете, это исходя из потребностей Тех студентов, которые действительно захотели бы Чтобы у них было молитвенное помещение Куда они могли бы прийти и помолиться Это со временем, наверное, этот процесс будет развиваться И слава Богу, у нас при больницах есть молитвенные комнаты Не только молитвенные комнаты и храмы Есть у нас при учебном заведении Мариенской гимназии тоже храм Гимназия у нас на охоте частная Но там прекрасный храм И теперь там уже дети получают полноценное образование светское И однако, к тому же, они привлекаются к участию в богослужении Так что все зависит от того, насколько все будет востребовано Поэтому мы всегда готовы идти навстречу и решать эти проблемы Ну, естественно, требуется огромная материальная поддержка Вот сейчас, может быть, немножко времена изменились Спонсоры стали более, ну, как сказать Не такие расточительные, какие они были в 90-х годах И то, что мы видим вот сейчас в Ульяновской области Это, наверное, большой труд и заслуга владыки Прокола Потому что он пришел как раз в момент перестройки на эту кафедру И вот как раз при нем-то и оставалось всего 10 храмов И то, что вот он сделал, приложил силу для того, чтобы почти в каждом районном центре Не то, что действительно во всех районных центрах В каких-то небольших деревеньках строились небольшие и приличные молитвенные помещения Это, наверное, заслуга владыки Прокола И, в общем, то, что он сделал, это останется в истории нашей Ульяновской Симбирской епархии Сейчас год добрых дел объявлен на территории Ульяновской области Церковь всегда занималась благотворительностью Ну, каждого ли благотворителя И вот кто приходит, вы уже сказали, что в 90-е годы там отличались расточительностью А вот сегодня каждый ли может благотворитель стать благотворителем в церкви И кому помогает церковь сегодня? Ну, знаете, церковь всегда помогала и будет помогать Это не то, что вот этот год объявили годом благотворительности И на этом все, весь процесс потом закончится Я недавно смотрел одну передачу Благотворительность в Украинской православной церкви на Украине Вот они говорят, что вот все, по-моему, это репортаж был из Одессы Вот месяц благотворительности раздачи вот этих подарков заканчивается А дальше что? Мы каждый день видим людей, которые нуждаются в материальной поддержке Они приходят на приходы, приходят в епархии Необходима финансовая помощь, необходима поддержка Особенно люди, которые иногда решаются крово молодым женщинам Которые не устроены в этой жизни Особенно которые не могут определиться, рожать им или не рожать Когда они в таком безвыходном положении Мы предоставляем у нас три центра есть Где вот эти женщины могут получить и жилье, питание И какую-то даже финансовую поддержку Пока они готовятся к родам Ну и потом какой-то определенный срок Они, в общем-то, живут При Владимирском приходе, при Улгу есть у нас такие вот комнаты Где вот эти девы уже, ну, женщины живут, получают поддержку И, наверное, они будут потом Богу благодарить за то, что они не погубили своего ребенка А вот вместе с церковью смогли воспитать и вырастить своего ребенка для нашего государства Да просто для радости самой матери И, кроме всего прочего, у нас и другие проекты есть по благотворительности Которым сейчас наша церковь практически занимается Спасибо Ну, какие планы епархии на этот год? Ну, планы у нас, во-первых, мы будем Вот мы сегодня отмечаем 185 лет со дня образования в Симбирской епархии И эти торжества будут продолжаться, наверное, в течение всего года В этом году мы отмечаем 485 лет со дня совершения на территории Симбирской епархии Первой божественной литургии Во время похода царя Иоанна Васильевича Грозного на Казань В день преображения в Сурском районе, в одном из сел, вот была совершена первая литургия Которую, можно сказать, подготовительные, как бы они получили благословение Божие на взятие города Казани Войска Иоанна Грозного И для нас это очень важно, потому что вот сурская земля, она как бы явилась форпостом России По объединению с землей русской И мы в этом году намерены провести несколько мероприятий, конференции, круглые столы, выставки Которые пройдут такие исторические выставки, которые будут разъяснять смысл вот того события Которое произошло почти что 500 лет тому назад И самое главное, в общем-то, апофеозом этого будет, наверное, такая литургия, которую мы там совершим В Сурском районе, на которой мы будем рады видеть всех жителей не только Ульяновска, а из других регионов Которые приедут на этот праздник А когда это литургия? Это будет по всей вероятности приурочено опять же к преображению Господня Ну, мероприятие будет проходить не только на сурской земле, вообще в целом У нас в Ульяновске тоже будут? Ну, в Ульяновске, да, но самое главное для нас именно коснуться вот той земли, где была совершена эта литургия Естественно, это будет отражаться конференции и все прочие будут проходить в Ульяновске Но, во всяком случае, мы должны вспомнить вот ту историю, вспомнить, откуда пошла земля Симбирская Откуда церковь появилась здесь, на Симбирской земле? Потому что литургия, это, ну, какой-то, она дала стимул жизненный Забила сердце духовное на этой земле, и мы просто должны не забывать об этом Владыка, а появится ли музей Симбирской епархии или в Сурском районе? Ну, нам очень хотелось бы, чтобы этот музей был у нас вот в городе У нас есть, вот при Востесенском кафедральном соборе есть помещение, которое мы предполагаем использовать для музейной экспозиции И не только, сейчас мы работаем над тем, чтобы здесь у нас, и он уже работает, молодежный центр, помещение мы уже подготовили И уже в ближайшее время я рад, что наша молодежь получит свой центр, где они могут отдыхать, знакомиться с историей православия И мне хотелось бы, чтобы именно молодежь стала инициатором восстановления тех исторических, ну, начал, событий, которыми жила земля Симбирская Спасибо большое, спасибо, что пришли, надеюсь, еще на встречу Спасибо большое, я еще раз хочу поздравить всех наших телезрителей с этой знаменательной датой образования Симбирской епархии И хотел бы пожелать, чтобы вы, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, были, держались тех традиций, которыми жили предшествующие нам поколения Сохранить веру, любовь к Богу и, самое главное, быть верными нашего Отечества Всех вас поздравляю с этим великим событием в жизни нашей епархии Спасибо, до свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok